Как вообще к субботникам готовитесь? Будете принимать участие? У нас у 27-го будет. День доброго дела. Лес Победы. Здесь, да, будете? Да, будем здесь. По-прежнему? Здесь и на южный. Вчера посадочный материал привезли вот на северную сторону, а сейчас машина пришла на южный. Латки сделаем? Ну, конечно. Хотя бы латки сделаем. Как вы планируете? В мае месяце сейчас начнем. Закончим с основной вот с грязью там. Вот он, единственный вменяемый участок на этой территории, но вообще на всем микрорайоне, где можно сделать безболезненную площадку для выголособак. Конечно, некоторые жители будут здесь против. Но весь микрорайон, потому что здесь много собачников, на 12-м доме, на 10-м очень много собачников. И весь микрорайон практически как бы... Ну, я думаю, что в любом случае, если озадачиваться с этим вопросом, ну, он нужный, важный, с учетом того, что люди там просили, в том числе из того микрорайона, где вчера проводили встречу. Единственное, что нужно, конечно, согласовать, будет провести с людьми встречу. Понять, потому что мы встречаемся с этой проблемой, когда у нас часть с вами говорит, что нам очень нужна, а другие говорят, ни в коем случае, только не здесь. Да, так и будет. Сегодня вместе с первым заместителем главы, Ковязиным Алексеем Станиславовичем, произвели обход 6-го микрорайона, где непосредственно он дал указания по приведению территории в надлежащий внешний вид, по тем недостаткам, которые были выявлены. А со стороны депутатов были озвучены все наказы избирателей, которые люди многократно обращаются, в частности, по устройству твердого покрытия на хоккейном корте, по благоустройству территории, устройству площадки для выголособак. По каким-то вопросам были приняты решения, по каким-то необходимо проводить публичные слушания, потому что такой сложный вопрос, как площадка для выголособака, она требует действительно коллективного обсуждения, потому что у кого есть домашние питомцы, эта площадка крайне необходима, у кого нет домашних питомцев, они могут раздражаться лаем собак. Поэтому здесь надо найти какой-то компромисс, провести встречи, провести публичные слушания, и после этого руководство города будет принимать окончательное решение.